Иначе нет жизни. Работа, дом, телевизор — это не жизнь. Всё портится, жизнь постепенно. Как она будет портиться? Теряется энергия сначала у человека. Три типа энергии. Первый тип энергии. А они как теряются? Просто по судьбе. Всё зависит от того, как действует судьба. Вот, допустим, судьба навалилась на вас, и начинается увеличиваться чувствительность. Непереносимость мужа, непереносимость обстановки, непереносимость города. А может мне или иначе из Сочи уехать? Почему тебе из Сочи уехать? Ну, потому что мне что-то здесь тяжело. Ну, потому что валится на тебя энергия, непереносимость города. А когда непереносимость чего-то возникает, нужно холодная вода, неподвижное положение тела, деревья. Очищаем себя от этой энергии. Не бежать надо сразу куда-то там. От мужа бежать. Али Геннадьевич, я не могу выдерживать мужа. Может быть, мне с ним не жить? Почему тебе с ним не жить? Ну, я не могу его терпеть. У нас несовместимость. Неподвижное положение тела, статические упражнения, холодная вода. И ты можешь терпеть, потому что на тебя навалилась энергия. Али Геннадьевич, что-то я сидею, мне плохо. Что теперь с миром будет? На тебя наводилась другая энергия. Эта энергия называется страх. Страх, безволие. Иди, длительное движение вдоль набережной совершай. Пробежки, ходьба. Страх уйдет и почувствуй, что с миром все будет нормально, как и раньше. Были войны всякие, все нормально, все живут, все хорошо. Третий вариант настроения. Али Геннадь, что-то как-то, ну не знаете, так как-то счастья не хватает. Тогда пост на воде. Человек постится, он ничего не ест. И он думает, когда же жрать, когда же жрать, когда же жрать. И думаю, все, не буду об этом думать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Иначе не выживешь. Когда человек не ест ничего, у него автоматически вот включается эта сила поддержания настроения. Потому что без еды настроение падает. Оно теряется, и человек не знает, что ему делать. И он так, ааа. Если он выдержал вот пост, то он становится жизнерадостным. Поднимает настроение. То есть пост поднимает настроение. Длительное движение дает волю. Неподвижное положение тела дает терпение. Терпение человеку. Нужно научиться разбираться в этих вещах. Потому что люди пугаются влияния судьбы. Они начинают думать, что... Вот допустим, я не могу решить свою проблему личной жизни. У меня нет сил на длительное движение. Силы сразу появляются. Нет проблем. Кулачком по столу стукнуло. Я самодостаточная женщина. И все. Потому что длительное движение, волевая сила вырабатывается. Мы часто влияние судьбы воспринимаем как обреченность. И нам помогают в этом астрологи. Всякие бабки-гадалки. Крест-одиночество у тебя. Бездетность. У тебя по пятое колено с глаз. И вы ведь верите в это во все. А если человек верит, значит так и будет. Потому что есть три типа веры. Есть вера в невежестве. Это когда ты веришь в то, что все плохо. Значит, ты веришь в злые силы. Что они сильнее Бога. И если ты в это веришь, значит к этому идет твоя судьба. Это от веры зависит. Не то, что тебя сглазили. Это ты просто направил туда свое сознание. Куда направляешь сознание, туда идет жизнь. Ты веришь, что тебя сглазили. Зачем ты пошел к этому астрологу? Потому что ты чувствуешь, что что-то не так. Пришел, и он тебе говорит, да, действительно, все плохо. Я так и знал. Он тебе подкрепил твою глупость. И все. И дальше человек идет под откос. Второй тип веры. Это вера в будущее. Есть вера в прошлое. То есть все было. У тебя все было. Джина увидел. Ты правда можешь все сделать для меня? Правда. Сделай так, чтобы у меня все было. У тебя все было. Все было. Это астролог. У тебя все было. Все плохо. Затянулась белой тиной. Гладь старинного пруда. Ведь была как буратино. Я когда-то молода. У тебя все было. У тебя все было. Я водяной. Я водяной. Никто не водится со мной. А все мои подружки. Пиявки и лягушки. Эх, жизнь моя жестянка. А ну ее в болото. А мне летать. Мне летать охота. Знаете, все было. У тебя все было. Это вера в невежести. Вера в страсти. Наоборот. У меня все будет. Это фильмы надо смотреть такие. Когда от человека стреляют, не попадает пуля. Даже если в упор. Он такой супергерой. Он летать может. Ходить там. Все взрывать. Появляться здесь, там. Ему все достижимо. Вот. Это фильм страсти означает, что человек верит в удачу. Не в действие верит, а в удачу. А для того, чтобы верить в удачу, надо приходить к психологу уже, а не к астрологу. И они тебе говорят, визуализируй. Что хочешь? Визуализируй. Мечтай. Мечтай. Учись мечтать. Вот что ты хочешь? Мужа? Мечтай мужа. Мечтай. Визуализируй. Вот. И он появляется потом перед тобой постепенно. Визуализируй. Подруги замужем давно. А я в принципе все визуализирую. Значит, это неправильный путь. Визуализировать. Потому что ты просто находишься в мечте. А мечта, она разрушает жизнь человеческой. Нужно действовать. Мы выбираем путь. Идем к своей мечте. То есть, мечта есть. Но мы ее не визуализируем. Мы к ней идем. Означает, нужны действия какие-то определенные, поступки, для того, чтобы до нее добраться. Мечта, как бы есть у всех людей, не надо визуализировать. Она и так есть. Типа, ты определись, какая у тебя мечта, и у тебя все получишь. Да, каждый ребенок определился, какая у нее мечта. С самого детства человек чувствует и знает, что ему нужно в жизни. Девушка ждет своего принца. Парень ждет свою девушку. Каждый хочет успеха в жизни. Не надо ничего визуализировать. И так все понятно. Вопрос только, как это получить. Это все достигается с помощью действий. И действий, направленных на других людей, не на себя. Чем больше человек думает о себе, тем меньше у него счастья в жизни. Чем больше думает о других, тем счастье сразу от самих таких мыслей возникает. Это бесплатно вообще. Просто я желаю всем счастья. Уже ты счастлив, просто потому что ты это делаешь. Это бесплатно, уже сразу, у тебя уже жизнь меняется. Ты хочешь счастья, вот, просто желаю всем счастья, ты уже счастлив, прямо сейчас. Потому что ты желаешь всем счастья. У тебя в сердце радость возникает. Понимаете, мои хорошие? Это называется работа над собой. Если ты себя начнешь менять, тогда ты будешь побеждать судьбу свою. С этого все начинается в жизни человека. Именно в действиях, не в мыслях, часто люди начинают копаться. Вот все болезни от того, что ты не так думаешь. Думай так, и не будет болезней. И люди себе воспитывают качество характера. Качество характера не надо в себе воспитывать. Это подарки от Бога. Вот человек, допустим, что-то делает хорошее. Он, допустим, дарит людям, вот через силу дарит что-то. И у него появляется бескорыстие потом. Нравится дарить, потому что он видит, как люди счастливы от этого. Вот, допустим, у меня, так как я в прошлой жизни ушел из жизни в концлагере от голода, у меня патологическое желание кушать. И дарить, как бы, пищу я не могу. Но я решил после лекции всем дарить мандарины. Конфеты. И сейчас уже могу. И это желание голода пропало у меня такое опасное, что я постоянно хотел кушать. Вот. С помощью служения людям я энергию перенаправил в нужное русло. С помощью добрых дел. Вот это называется работа над собой. И приходит время, человек получает подарок. В виде хорошей черты характера. А не то, что, типа, ты ждешь этой черты характера. Как мне добиться хорошей черты характера? Да никак не добьешься. Нужно просто служить людям, получать подарок. Нужно совершать действия для победы над судьбой. Мы говорим сегодня о победе над трудностями в семейной жизни. И надо применять здесь, в этом во всем, системное мышление. Надо понять несколько вещей всего в жизни. И тогда трудностей в семейной жизни не будет. Первая вещь, которую надо понять, что 50% проблем личной жизни возникает от того, что люди истощены. Возникает скандаль, ну, как сегодня в ведическом храме женщина одна ко мне подошла, девушка. Она говорит, у меня отличный муж, у нас трое детей. Мы с ним постоянно ругаемся. Я говорю, вы сегодня сколько спали? Она говорит, мало. Я говорю, вы не высыпаетесь. Она говорит, у меня маленькие дети, они не дают мне спать. Я говорю, вы не высыпаетесь, вы не ходите на природу, поэтому вы ругаетесь, потому что у вас нет сил. Вы просто не терпите друг друга из-за того, что нет энергии. Я ей посоветовал просто каждый день с мужем и с детьми гулять по часу на свежем воздухе. Вы скажете, ну, Олег Геннадьевич, это как-то банальный совет. Этот банальный совет спасет эту семью, я вам точно говорю. Потому что им просто не хватает энергии. Все. Это элементарно. 50% всех проблем в жизни не хватает энергии. Встали поздно, настроения уже нет. Поздно легли, нет сил. Чувствительность повышается. Человек поздно встает, копится, у него слабая воля. Ухудшается воля. Поздно ложится спать, чувствительность повышается. Не может никого терпеть. Если поздно встал с постели, значит уже обязательно поздно ляжешь спать. Ну, то есть не поел вовремя, энергия идет не туда. Солнце, если поел с 12 часов до 2, солнце само переварит обед. Если объелся рано утром, значит солнце пока не поднялось, у тебя энергия в животе, у тебя нет сил нормально жить. Если поздно поел, то тогда опять вся энергия у тебя в животе, у тебя нет сил спать. Погоня горячей крови снится. Обожрался на ночь. Еще посмотрел, мертвые не потеют еще. И вообще все плохо уже потом. Все плохо, война, Лигина, все плохо. Звоню в Донецк, а они мне говорят, у нас все плохо, у нас все хорошо, почти не стреляют. Только три раза взорвалось за ним. Звоню в Сочи, все плохо, война. Мои хорошие, научитесь жить. Не надо себя накручивать. Даже когда человек находит в зоне боевых действий, ему надо спокойствие обрести для того, чтобы спасти свою жизнь. Потому что если психика выходит из равновесия, человек уже не чувствует прошлое, будущее, он не может понять, как ему жить, что делать. Это шок, состояние шока. Оно возникает от того, что человек, ну, наваливается судьба. Чтобы она не наваливалась, нужно три энергии использовать в совершенстве своей жизни. Первая энергия, это энергия природы. Она успокаивает сердце, побеждает судьбу. Когда человек идет, смотрит на солнце, на ветер, на землю, мать его, мать природы, успокаивает его, он начинает жить, чувствует, хочется жить. Вот женщина на заднем ряду на шарик смотрит, на меня смотрит. У вас депрессия. Вы попали в тяжелую ситуацию в жизни. Вспоминайте. И вам нужна природа. Вам не хватает энергии природы. Гуляете? Нет. А почему? А? Что? Как? Еще раз? Не правильный режим. Ну, у вас нет знаний, моя хорошая. Причем ты режим? У вас нет знаний. Вы не знаете, что природа вам даст силу. У вас сейчас депрессия. Нет сил. Не хватает энергии природы. Нужно на свежем воздухе гулять, и у вас настроение улучшит. Что такое настроение? Это энергия солнца. Что такое сила воли? Это энергия ветра. Что такое спокойствие? Это энергия воды. Что такое отдых? Это энергия земли. Что такое терпение? Это энергия деревьев. Энергии. нам нужны энергии мы живем не только пищей нам нужна энергия природы иначе у нас нет сил жить а депрессия означает судьба то есть судьба навалилась и жизнь подпортила и как дальше жить сил нет все плохо нет сил и правильное мышление и так три силы дающие три поддержки победе над судьбой первая природа 2 добрые люди 3 бог что делает природа она дает человеку энергию телу жить дает возможность настроение это тоже телесная нет у вас раздражительность допустим обидчивость плактивость нет сил нет работоспособность нет нет силы воли это психическая проблема или физическая физическая у вас не хватает здоровья когда у человека здоровья хватает он на природу ходит у него появляется настроение хорошее мне появляется работоспособность у нее появляется концентрация внимания это все энергия природы у него пропадает обидчивость пропадает ранимость плаксивость это все энергия природы это не психические какие-то там самовнушение типа мне надо на сеанс гипноза сходить нужна энергия вода дает человеку спокойствие обидчивость пропадает солнце дает жизнерадостность ветер дает концентрацию внимания земля дает отдых но люди атрофировались в этом понимании что ему нужна именно энергия природы девушка на четвертом ряду длинный волос красивая нет энергии природы на улицу ходите до чуть-чуть мало чуть-чуть это мало надо себя заставлять оставил все поехал на природу гуляешь человек приезжает на природу чем занимается быстрее шашлыки печь быстрее телевизор смотреть шашлыки попили бухнули телевизор посмотреть назад ехать ты природу видел нет на природу ходишь там что-то ломаешь что-то собираешь просто останови свои мозги смотри на солнце смотри на учись учись любить природу у нас суета мешает нам включиться в отношении природ деревья птицы желай всем счастья молись природа с молитвой хорошо сочиняется читается с духовными лекциями слушайте мои лекции гулять по природе слушайте лекции старших каких-то духовных или просто на все плюньте и как бы там люди в столице вы вырываются там кузнечиков посмотреть а вас море понимать это и вы не можете не чувствуете энергию море живя рядом с морем что за такое конечно есть у вас море вам надо его любить ходить к нему учиться брать энергию понимаете вы не берете энергию это проблема в этом это первая проблема понимаете если вы ее не поймете у вас не будет нормальной жизни потому что нет сил нет побед над судьбой женщина нет сил нет побед над собой первое человек идет к матери природа это мать ребенок маленький испугался заплакал бежит матери матери нет нет жизни по сисью пососал полежал успокоился дальше живи точно также человек чувствует нет сил нужна природа мужчина нужна природа вот кивайте головой мне у вас не хватает энергии природы и так у многих многих людей здесь у вас хватает потому что со мной пробежала вчера все энергии хватает потом дальше вы должны понять что природа входит через любовь атрофировано чувство к морю за выхожу смотрю на море ничего не вижу почему потому что нет опыта забыли атрофили в роли из чувства не можем любить море через любовь заходит сила что такое море это энергия доброты отношений спокойствие терпение это все вода энергия воды женщина вы наполнили силой просто слушая море а представляете если вы в нем искупается просто слушая даже допустим не можешь купаться но приди к берегу постой вот допустим мы когда купались ну как бы мы там кряхтели орали одна женщина пришла к морю постоять но мы как бы не вдохновили ее своим поведением она она любит море она пришла и постояла рядом с нами пошла подальше чуть потому что мы там то есть ну как бы близкое общение с морем у нас было очень не женская более деликатно общение с морем у нас близкое и так и так хорошо так первое это энергия природы сразу человека есть силы жить почему человек не идет на природу потому что сломан переключатель я прихожу домой у меня нет волевой силы выйти на улицу мне хватает только на телевизор на компьютер я включаю компьютер боевые действия только убивал так где руки ноги оторванные надо посмотреть все на это хватает сил это называется способ как жить развлечения погремушку перед ребенком потрясли всего того успокоиться способ жить развлечения не дает не наполняет человек переключает просто знание люди переключаются знание разным методом есть легкие методы есть более тяжелые тяжелые артиллерии легкий метод это просто посмотреть видосик более тяжелый фильм такой какой-то там тяжелую же серьезный там вербовка перевербовка не до вербовка агентов многосерийных художников все смотрят против агентов то там агентом против агент контрагент агент контрагент контрагента вот смотрится это ахинеи вот интересно почему потому что нет сил что-то еще делать переключатель сломан человек не может заряжаться он просто переключается если уже это не работает тогда вот какие дела то есть тогда надо выпивать уже потому что если энергия статическая копит от человеке у него очень сильно чувство такое возникает все как-то плохо и он уже не может нормально но это уже там улица уже давно до свидания телевизор тоже уже не помогает тогда когда совсем все плохо тогда а по выпил и все вроде нормально понимаете потом дальше уже все человек теряет свою жизнь точно так же сигарета тоже это уже волевая функция когда страдать человека работать не может ему или кофе надо долбануть или сигарету выкурить кофе это более женский вариант а сигарета более мужской но крем рейтки не слаще понимать люди себя губят потому что они не могут переключать переключатель на наполнение они просто расходуются и пытаются выживать в этом очень расхода нам состоянии а потом это выживание на самом деле превращает жизнь в сплошную боль потому что они отношения не общения нормального нет ну как можно общаться с человеком которого нет сил у него нет сил нет возможно нет энергии поэтому человек забывается в спиртном женщина в депресснике забывают часто вот мужской вариант жить без природы природа это что такое ты переключать или переключаешь как бы наступила грусть что же пойду пройдусь не уделить не с кем иди гуляет на свежем воздухе заставь себя двигаться на природе улыбайся людям радуйся всем мы допустим на лекцию шли под полет дороге лежит собака я подошел к ей и аккуратненько наступил ей на хвост она красна у меня такая я и улыбаюсь общение то человека нет сил плохое настроение он раз выбил а потом наступает плохой период жизни и у человека он уже просто поднять себе настроение спиртным не может потому что поднял настроение плохой период прошел раз вот тот всплеск и дальше живешь а когда плохой период у тебя не будет энергии тебе надо ее добывать и человек пьет и пьет это называется запой а если человек в запой вошел глубокий очень то дальше у него судьба возвращается назад но блоки уже остаются в теле ну то есть он жил на низком энергетическом уровне теперь чтобы его поднять надо менять и образ жизни а он не меняет это значит что крылья уже ищели исчезли все дальше ты уже летишь пропасть понимаете так люди разрушают свою жизнь поэтому переключатель надо переключать заставлять себя выходить на улицу вы даже не представляете какая-то сила победы над судьбой свежий воздух солнце природа огромная сил но для этого надо правильно настроение войти правильное настроение это очень важно потому что мы все зашоренные вот чем больше тем тяжелее судьба на человека действует тем больше он сосредоточивается на своей жизни на себе даже выходя на улицу он все равно думает о чем о том что вот все-таки олег геннаджи сказал что не вернется а я так не говорил все отлично отлично но для этого еще нужны силы потому что одна женщина ко мне спросила говорит сколько мне молиться в день я говорю сейчас вы можете молиться только 40 минут а потом весь день будет разбит и если вы будете больше она говорит а как можно больше для этого нужно научиться быть на природе с природой усвоили и дальше изучайте вот эти аскезы которые еще больше еще больше наканчивать человека энергией воля у женщины куда идет вот воля у женщины куда идет вот она бегать начала куда у не боли не некоторые думают у меня гормоны нарушатся я уже буду не женщиной я буду как мужчина куда вот женщина бегает допустим она радуется всем бежит улыбается куда у нее идет воли воли он не идет в красоту она стреляет красотой стрелять без промаха и навсегда выбрала себе как бы главное чтобы человек был хорош выбрала себе человека летящий походкой ты вышла из рая и скрылась из глаз все как тебя зовут я знаю только я как тебя зовут бессонница моя все почему потому что более сильная женщины куда более идет в красоту она посмотрела один раз и все больше не надо потому что у нее такая сила воли она идет в отношении сила воли у женщины красоту в отношении дальше неподвижное положение тела терпение куда у женщины идет она перестает обижаться перестает капризничать она становится спокойная добрая в отношении не беспокоит близкого человека смиренно становится это терпение потому что все равно женщина она по природе она на ней подвижная энергия на все равно будет нервничать беспокоиться печалится но если у нее очень много статической энергии она подел умеет сидеть долго вот люди сейчас я в израиль приехал там люди воду не лезут они лезут на этот на доску и катаются на ней ну толку никакого нет ты как с фотографией целуешься я встал и стою в воде они смотрят на меня непонятный человек а я просто стою в воде смотрю на солнце закрытыми глазами молюсь месяц там был каждый день утром 40 минут вечером 30 минут и и полностью убрал стресса своего тела вообще ничего не осталось хотя события тяжелые были там уже рассказываю я так победил судьбу просто стоя в воде и молясь и все из солнца в контакте все природа просто все право некие антидепрессанты ничего вообще просто природа и все море вас вот она здесь море а вы не сможете там напряженно стоять но если море теплое то она сама расслабляет а если море холодное вы там не сможете расслабиться и через это напряжение у вас выходит все блоки это касается и женщин вот если вы научитесь холодной воде стать у меня москве есть девчонки которые по пять с половиной минут стоят в проруби девчонки прям они пробивают все пять цилиндров у них железное спокойствие просто железное спокойствие и мальчишки там целая команда такие клуб благость очень они очень серьезно всем занимаются они бегают 16 километров проруби стоят начинали с теплой воды постепенно прохладнее прохладнее женщине надо сразу в ледяную воду лезть потому что организм очень чувствительный она не сможет здоровье не выдержит но если начинать потихоньку можно получить вот эту всю прелесть энергии природы понимаете я из питера пять часов сюда летел это у меня почти весь организм заблокировался зашлаковался это еще до этого я сколько летал по всей россии лекции читал к вам уже приехал уже 20 дней я уже в дороге я в зарез вот не шучу с 10 минут всего в море стоял мне до сих пор энергии хватает 10 минут всего но я тряса там мне тяжело было девять градусов вода понимаете мои хорошие или нет пробежался с вами тоже вообще отлично просто я чувствую вот этим надо заниматься